Ребята, всех приветствую! Меня зовут Екатерина Андросова. Я провожу занятия в клубе ООМ.РУ на сайте asanaonline.ru И сегодняшнее наше домашнее задание будет направлено на проработку такой асаны, как хадуманасана, продольный шпагат. Сегодня мы начнем с вами подготовку к этому упражнению, постепенную подготовку. Если вы смотрите различные ролики или комплексы, как освоить хадуманасану, то чаще всего вы видите, как вам прекрасно показывают выполнение этого упражнения. Но повторить это очень непросто. Поэтому сегодня мы сделаем с вами два основных упражнения, которые вам помогут проработать ноги в этом направлении. Итак, для первого упражнения нам понадобится плед или подушка, которая поможет вам смягчить опору колена на пол. Вы можете поместить подушку перед собой или же, если нет такой подушки, выберите, пожалуйста, плед. Упражнение нужно делать на обе стороны. Мы с вами сейчас выполним первую сторону. Правое колено на полу, левую ногу выводим вперед и стараемся опускаться вниз. Здесь мы отстраиваем положение левой ноги, стараемся голень оставить или перпендикулярной, или же вывести чуть больше вперед и сформировать тупой угол в левом колене. Здесь выполняете небольшие покачивания. Вам важно добиваться постепенно одной линии между левой и правой ногой. Возможно, в начальном положении вы будете стоять вот в таком положении. Но здесь ключевой момент состоит как раз в том, чтобы левую ногу увести как можно дальше и стараться, чтобы угол в колене левой ноги был тупым. В дальнейшем мы с вами правым коленом стараемся уходить дальше, назад и руками надавливаем на таз, на таз сверху. Это давление происходит. Тоже вы делаете небольшие покачивания, а также надавливаете и делаете фиксацию. Здесь вы можете использовать таймер, подключать полное ноговское дыхание и стоять около 30 секунд или минуты. Очень важно здесь прорабатывается правое бедро, передняя поверхность бедра. Очень хорошо вытягивается связка и как раз проработка вот этого направления, именно задней ноги в шпагате, вам очень хорошо поможет. Итак, здесь вы стоите 30 секунд или минуту. Если вам будет совсем легко стоять в этом положении и в завершающие несколько секунд вы захотите добавить нагрузку, вы выполняете вариацию в умадывасаны, сгибаете правую ногу в колени и подтягиваете пятку к ягодице. Это положение возможно не получится сделать сразу и быстро, поэтому начинайте вот с этого первого упражнения, самое главное сделать его. И второй вариант уже вы можете делать, если первым получился довольно легко. Для второго упражнения нам понадобится стена или опора на что-то вертикальное. Это может быть кресло, диван или любой предмет интерьера, который у вас есть дома. Также понадобится подушка или одеяло, на которое вы сможете присесть. Вы присаживаетесь к стене и начинаете прорабатывать ноги в следующем варианте. Сначала прорабатывайте ноги по одной. Например, левую ногу сгибаете, руки помещаете на стену и стараетесь опуститься вниз. Здесь важный момент, что существует рычаг, когда вы отталкиваетесь и ногу вы держите прямой, обязательно прямой. Здесь недопустимо сгибать. Если в положении на коврике мы еще можем сгибать, когда работаем, то здесь как раз акцент делается на другое. Нога прямая, носок натянут на себя, коленная чашечка подтянута. Сразу подключается вытяжение задней поверхности ноги, то, что нам и нужно. Также выполняйте на вторую сторону. Возможно, вначале будет получаться такой облегченный вариант. Важно, чтобы вы чувствовали это вытяжение задней поверхностью ноги. И в конечном варианте вам нужно уйти в такое положение, когда вы выпрямите руки. Спина при этом останется прямой. Возможно, у кого-то получится опуститься достаточно глубоко. В этом варианте чувствуйте вытяжение подколенного сухожилия и задней поверхности левой ноги. Здесь вы также можете использовать таймер по 30 секунд на каждую сторону. Если 30 секунд чувствуете, что уже маловато, тогда выбирайте на таймере 1 минуту. И после вытяжения на левую и правую сторону вы делаете наклон вперед по щематанасану, но также подключаете руки, упираетесь в стену, выпрямляете спину и на выдохе пробуйте оттолкнуться руками от стены. С каждым выдохом старайтесь отталкиваться больше. Задача такая же – выпрямить руки в локтях и вытянуться вдоль ног, зафиксировать. Когда вы найдете ваше крайнее положение для наклона, вы фиксируете также 30 секунд или минуту. Пожалуйста, выполняйте эту серию из нескольких упражнений в течение недели. И на следующей неделе мы перейдем с вами к следующему этапу, когда я покажу вам упражнения для освоения продольного шпагата с использованием кирпичей. Благодарю вас за внимание и буду рада встрече с вами на наших занятиях на сайте asanonline.ru. Ом.